Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Мы, как и обещали, сегодня мы поговорим об истории. Сегодня день памяти и скорби. Было бы очень интересно, на мой взгляд, поговорить о мировой экономической архитектуре в преддверии Первой мировой, в преддверии Великой Отечественной, об экономике Советского Союза до войны и во время войны. Что скажете? Ну, можно. Можно. Первая мировая война, в общем-то, была описана марксистами. На мой взгляд, причины были описаны достаточно внятно. Мир был поделен. Нужно было его переделить. Потому что все серьезные игроки уже уперлись друг к другу. Нужно было... Мелкие колониальные войны вопрос не решали. При этом, вот такая вот стратегическая значимость, стратегическая необходимость, она контрастировала с категорическим нежеланием европейских империй друг с другом воевать. Все императоры, почти все были друг к другу родственниками. Друг к другу ездили в гости. Относились друг к другу, ну, как в семье относятся, да, к данным родственникам. С подозрениями. Кто-то кого-то не любил, кто-то кому-то критически относился, но все равно это были родственники, воевать они не хотели. Они не понимали, как так, неужели нельзя договориться. И когда читаешь описание Первой мировой войны, сделанное историками, которые описывали ситуацию на уровне государств, возникает ощущение, что война была случайной. Вот один другого не понял, третий четвертому не дозвонился, пятого шестому не точно перевели и понеслась, а дальше останиться было нельзя. Ну, это из той серии, что если вы глядите на картину и видите бессмысленный хаос цветовых мазков, и при этом вы не в галерее современного искусства, отойдите подальше, вы просто слишком близко стоите, вы не видите всей картины. Вот в Первую мировую войну, наверное, первый раз на глобальную арену вышел глобальный бизнес. Он тогда еще был не, так сказать, таким, как сейчас, он был меньше государств, но он мог манипулировать. Только-только в 13-м году создали Федеральную резервную систему. До этого все американские банки могли имитировать свои деньги практически без ограничений, свои расчетные, так сказать, купюры. Кто-то мог их сберегать, и это было неудобно для экономики. В конце концов, представители крупнейших банков организовали кризис седьмого года, по итогам этого кризиса создали Центральный банк. Не государство создало банк само, а частный бизнес для своего удобства его создало как саморегулированную организацию. Вот мы не понимаем, что американское государство принципиально отличается от европейских, от нашего, от азиатских, в том, что оно во многом выросло действительно снизу, только не из народа, а из бизнеса. Вот. И, на самом деле, первый раз чуть-чуть не дошло дело до войны по объективным причинам. В 19-м году тоже балканский кризис, тоже все друг на друга скрежещут зубами. Встают социалисты, встает Жан Жарес, глава французских социалистов, и говорит, если кто захочет воевать, получит всеобщую забастовку. Братья и императоры почесали в затылках, цыкнули на своих премьеров, не в меру ретивов, и все успокоилось. В 13-м году была создана Федеральная резервная система, и в 14-м году, накануне убийства наследника ассийского престола, развертого Ферзеранда, кстати, в Белграде, по-моему, недавно открыли памятник. Говорили про принципу? Да, в Боснии-Герцеговине, нет, в Боснии-Герцеговине, в Белграде-то он стоял, в Боснии-Герцеговине открыли, в сарае, на месте, так сказать. За день, да, буквально за день до этого, во французском, в парижском кафе, Жана Жареса убивают на улице, что было для тогдашней мирной Европы потрясающе редкостью. Подошел человек, выстрелил и ушел. Сейчас политическое убийство, где же была охрана и так далее, тогда не было таких понятий, не было таких слов. Вот, вот это выход глобального бизнеса. Но, смысл для глобального бизнеса, это захватить рынок. Успехы очень ограничены. У Германии отгрызли колонии. В результате колониальные империи Англии и Франции укрепились. Российская империя рухнула, ее влияние резко сжалось, открылся простор для Японии, для Соединенных Штатов Америки в небольшой степени и для Англии, но, опять-таки, захватить пространство не удалось. То есть, успех был плавенчатый, что называется, первой блинкомом. И войну нужно было завершить. И вот Вторая мировая война, важнейшей частью которой стала Великая Отечественная война, это и было завершение Первой мировой войны. Глобальному бизнесу нужно было создать единый глобальный рынок. Нужно было ликвидировать все эти империи, которые, так сказать, имели протекционизм, строили свои собственные рынки, закрытые и недостаточно открытые для наиболее агрессивного американского бизнеса. Который к тому времени уже освоился в Латинской Америке, в значительной степени подмял ее под себя и был по своим масштабам уже сопоставим с глобальным. Просто он был далековато, как тогда казалось. Тут, наверное, человек, который учился в советской школе, в российской школе, спросит, Простите, а при чем здесь Гитлер? При чем здесь приход его к власти? Вот пресловутые реваншистские настроения, о которых нам в учебниках писали. Как это все соотносится с бизнесом, с участием бизнеса в войне? Нельзя разжечь костер, не имея дров. Вот реваншистские настроения – это дрова. Это дрова. Но, вообще-то говоря, господин Гитлер и восстановление германской экономики, осуществляемое Гитлером, осуществлялось в очень большой степени на американские деньги. Дефакт исторически. Это были кредиты или это были… Это были кредиты, это были инвестиции, это были прямые поставки материалов и поставки материалов немецкой экономики для ведения войны с Советским Союзом из Соединенных Штатов Америки. Естественно, через нейтральные страны, через третьи руки, но все прекрасно понимали, куда это идет, прекратились, по-моему, с прекращением самой немецкой военной экономики. И занимались этим родственники президентов Бушев. Господин Прескотт Буш, по-моему, был дедом, или даже отцом, я не помню, Буша-старшего. Так что это все очень близко, это все очень рядом. Но, помимо, так сказать, вещей, есть заявление, есть цитаты. Рузвельт – великий человек, который действительно сделал Америку той глобальной силой, которую мы узнаем сегодня. Мы знаем сегодня, это сделал Рузвельт. И он очень внятно, очень четко говорил, что мы воюем с империями, потому что они против свободы торговли. Сейчас мы уйдем на паузу, потому что мы против отсутствия контроля в прямом эфире. Есть необходимые рамки, которые нужно выполнять. Вернемся через несколько минут. Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли. Я просто читаю много разного. В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его карманах. Ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек-наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Ну все, теперь временные рамки позволяют нам продолжить этот разговор. Доктор экономических наук Михаил Делягин и экономика. Мировая экономика в преддверии Второй мировой. Ну и Рузвельт очень четко давал понять, что нужно открыть мир для американского экспорта. И закрытые территории это нехорошо. И он перечислял и Германию, захватившую Европу, и Советский Союз, и Японию. В одном из своих поступлений практически через запятую. То есть было без разницы, кого ломать американцам. И конфигурация могла сложиться совсем по-разному. Я напомню, что одна из причин завершения Финской войны – наши войска прорвали линию Маннергейма. Прорвали. Надо сказать, что сам Маннергейм, когда ему Сталин предложил разменять территории, прилегающие к Ленинграду на северной территории, он был за это. Но. И он даже ушел в отставку, потому что как бы Сейм не поддержал его. Потому что он говорил, как петербуржец коренной, что с точки зрения войны, с точки зрения безопасности, это нормально, это правильное решение. И русских нужно понять. Другое дело, что потом он воевал уже как финский главнокомандующий, когда он вернулся. И собирался англо-французский корпус против нас. И вполне могли бы получить войну с Англией и Францией. То есть, все могло сложиться по-разному совсем. И антигитлеровская коалиция отнюдь не кажется такой незыблемой, естественной, как нам кажется из уроков истории. Она сложилась, в общем-то, во многом ситуативно. Было пять больших регионов. Английская империя, объединенная Гитлером Европа, Соединенные Штаты Америки с контролируемыми территориями, Советский Союз и Японско-Тихоокеанское сопроцветание, как это называлось японцами официально. И это были закрытые рынки. В каждом из них, в общем-то, уже все ресурсы развития, почти все были выработаны, кроме нашего. Мы поздно начали осваивать себя и развиваться, модернизироваться. Остальных четырех ресурсов были выбраны. И монополии, что называется, загнивали. Нужно было расширять рынки. Расширять рынки значит кого-то захватывать. По итогам Второй мировой войны, и для этой ситуации загнивание монополии привело мир, собственно говоря, к Великой депрессии в конце 20-х, начале 30-х годов. И по итогам войны действительно было два макро-региона, западный мир и социалистический мир. И этого расширения рынков нам хватило почти на полвека. Если быть точным, на 44 года мирной жизни. До 42 года, до 87-го года. Давайте тогда, мы вновь вернемся в начало 40-х годов. Начало войны, да? Германия нападает на Польшу, а потом одну за другой в 39-е. Начало войны, на самом деле, это Мюнхенский сговор. Когда Англия, Франция зафиксировали, что товарищ Гитлер, ты можешь захватить Чехословакию, и мы не будем ее защищать, несмотря на все обязательства, которые мы на себя брали. А Советский Союз предложил защитить Чехословакию. А чехословакское правительство под давлением Англии и Франции отказалось от этой помощи. Надо сказать, что у Чехословакии тогдашняя армия была хорошая. У нее была очень хорошая военная промышленность, знаменитая Шкода до сих пор. Только тогда она делала военную технику. У нее была хорошая, очень мотивированная армия. В нескольких локальных приграничных столкновениях, когда офицеры, вопреки приказу, оказывали сопротивление наступавшим немцам, немцам приходилось очень плохо. Но политическое руководство Чехословакии предпочло немецкую оккупацию помощи Советского Союза. Собственно говоря, ничего нового, если вспомнить недавнюю историю. Оно и сейчас так себя ведет, это политическое руководство, за редким исключением. Хотя уже две страны вместо одной. После этого стало понятно, что Гитлера Запад разворачивает против нас на востоку. Здесь была чудесная самоубийственная позиция польского руководства. Когда казалось бы, понятно, что Польша между Германией и Советским Союзом, и что сейчас ее будут ликвидировать. Польское руководство категорически отказывалось от всякой помощи Советского Союза. Это вот самоубийственное самоослепление. И когда стало понятно, что полякам помочь нельзя, потому что есть люди, которым невозможно помочь, в принципе. Я имею в виду польское руководство, естественно, не всем полякам. После этого было заключено соглашение Молотова-Риббентропа. И это соглашение зафиксировало, что не Германия с Польшей будут вместе воевать против Советского Союза. А Германия сначала сама разберется с Польшей. И когда говорят, что вот два хищника набросились на беззащитную страну, ну, маленькая деталь. Во-первых, два хищника не набрасывались. Советский Союз не нападал на Польшу и не переходил в советско-польскую границу, о чем либералы тактично умалчивают у всех мастей, до тех пор, пока существовало польское правительство. Польское правительство перестало существовать 9 августа. 9 сентября, через 9 дней. Просто разбежалось. Солдаты еще сражались, армия еще пыталась оказывать сопротивление, руководство уже разбежалось. Те самые паны, которые за три дня до начала нападения отказывались от всякой помощи, всякой поддержки и так далее. И только когда польская государственность исчезла, только после этого, в середине сентября, советские войска вошли. О том, с каким опозданием они вошли на территорию, свидетельствует то, что немцам пришлось отступать, чтобы передать западные части, западной Украине, западной Белоруссии. Потому что не залетели на эти территории с разбегом, с размахом. Знаменитый совместный парад в Бресте, это не парад победителей, это прохождение войск. Немцы передавали крепость и передавали прилегающий город советскому гарнизону. Соответственно, прошли одни и прошли другие. Никаких братаний особенных там не было. Вот сейчас либералы, естественно, все это выворачивают наизнанку. Вторая мировая война календарно началась с нападением Гитлера на Польшу. Реально она началась Мюнхенским сговором. Когда английский Чимберлен, премьер-министр, приехал и сказал, я привез вам мир. Единственный, кто смеялся, был Черчилл. Правда, смеялся сквозь слезы. Урок для всех, кто пытается умиротворить агрессора. Но это эпизоды, это события. А интересы, которые закладывались, во-первых, американский бизнес, как единственный в тот момент глобальный бизнес. Во-вторых, все страны Европы, которым нужно было съесть друг друга и дозахватить колонии. Ведь французы начали строить линию Мужино в 28-м году. Никому в кошмарном сне не могло даже присниться, что этот несчастный... Никто всерьез-то Гитлера всерьез не воспринимал-то. Были социалисты, были социал-демократы, извините, были коммунисты. Гитлер был, казался, ну, шпаной просто какой-то. 28-й год. А французы уже начали строить линию Мужино. Но они понимали, что Германия захочет вернуть себе. Не важно, какая Германия. Не важно, может быть, и не Гитлер. Кто угодно захочет вернуть себе. Ну, и Германия, которая хотела вернуть себе колонии, которая хотела вернуть себе Lebensraum, жизненное пространство. Которое накачивалось деньгами все 30-е годы. И есть еще одна очень важная вещь. То, что мы видим сегодня на Украине. Нацизм нерентабелен. Принципиально нерентабелен. Это мироощущение, которое не позволяет строить нормальную, успешную экономику. Когда вы людей делите по расам, по цветам кожи и по всему остальному. Соответственно, немцы построили, несмотря на финансовый гений шахты и многих других, несмотря на поддержку американского бизнеса, несмотря на иностранные инвестиции и технологии, они построили экономику, которая нуждалась в постоянных захватах. Нужно было все время кого-то грабить. Если читать дневники солдат, то и даже дневники немцев, которые жили в самой Германии, то постоянно шел поток продуктовых посылок. Из Франции выкачивалась еда. Тупо. Я не говорю про Украину, я не говорю про Белоруссию, я не говорю про Советский Союз, оккупированный, про Молдавию. Нет. Но система работала только на всасывание ресурсов. Неэффективная система была поразительной. Крупнейший объем производства военной техники был достигнут в конце 1944 года. Они раскачивались до этого. Бомбардировки масштабные центров городов, когда возникали огненные смерчи, как в Дрездене, когда стерлись лица земли в центр Гамбурга, повышали эффективность немецкой экономики, потому что была огромная сфера индустрии развлечений в центре городов. И когда всякие там официанты, бармены, актеры, девушки легкого поведения лишались привычных мест работы, они шли работать на завод. До этого они не шли. Немецкая экономика категорически нуждалась в рабском труде. Почему так часто не разрывались снаряды, не разрывались авиабомбы? Это же исторические факты, когда падает авиабомба, взрыватель вывенчан и значат записку с коммунистическим приветом. Это же в Москве такое происходило. Даже на территории Кремля упала одна такая авиабомба в 1941 году. Михаил Геннадьевич, давайте после короткой рекламы выпуска новостей вот с чем попытаемся разобраться, хотя бы тезисно. После Мюнхенского сговора, 1938 год, после нападения на Польшу, 1939 год, как вел себя, изменилось ли вообще поведение мирового капитала, глобальных финансов, в первую очередь американских? Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Говорим об экономике войны, экономике Второй мировой, экономике Великой Отечественной. Михаил Дмитриевич, мы остановились на том, как вёл себя. Да, как вёлся глобальный бизнес. Ну, на самом деле, глобальный бизнес продолжал торговать со всеми, хотя и прокладывался. Совершенно не случайно Гитлер не оккупировал Швейцарию. Не потому, что швейцарская армия была какой-то сверхсильной, не потому, что там могло быть какое-то партизанское движение. Ему нужен был, выражаясь современным языком, офшор. Ему нужно было окошечко, через которое можно было взаимодействовать с Западом и осуществлять подконтрольные финансовые операции. Точно по этой же причине имел большую свободу рук генерал Франко, ещё большую свободу рук имел Салазар в Португалии. Огромные возможности имела Швеция, тоже оставшаяся нейтральным государством. С одной стороны Норвегия, с другой стороны Финляндия, а вот шведы нейтралы. Что хотим, то и делаем. Через них шёл поток грузов. Швеция снабжала Германию железной рудой и многими-многими другими вещами. То есть, два таких отмылочных центра. С японцами, что характерно, американцы не торговали. С японцами они воевали по-настоящему. И там был риск действительно понести поражение. И на самом деле нападение японцев на Перл-Харбор, ну, война как таковая, была вызвана резким ограничением поставок нефтепродуктов, которые Соединённые Штаты Америки осуществили в феврале 41-го года. Они очень здорово толкнули Японию к войне. У Японии были запасы, но осуществлять сколь-нибудь масштабную экспансию без бензина нельзя. Значит, либо вы не расширяетесь, сидите на месте, и, может быть, американцы возобновят вам поставки, либо вы делаете рывок, чтобы захватить нефтяные месторождения. Либо-либо. И американцы, я думаю, прекрасно понимали, что они не оставляют японцев выхода, и японцы начнут войну. Другое дело, что полноценных аналитических центров, которые позволяли бы спрогнозировать, где, когда, как, и довести это решение до политического руководства страны, не было ни у кого. И, собственно, в Америке этот процесс начался именно после Перл-Харбора. Потому что, ну, есть основания полагать, что Розовель всё-таки понимал, что это неизбежно. Прогнозы были, но до политического руководства в целом, а в Америке система управления всё-таки довольно распределённая. Да, это не один человек, который принимает все решения. Вот. То есть до политического руководства в целом эти прогнозы либо не были доведены, либо были доведены, как нечто настолько гипотетическое, что можно не обращать внимания. Но при этом глобальный бизнес разжёг пожар. Ну, а потом пришлось спасаться, потому что пожар, в общем-то, касался и людей, касался и состояний, касался и предприятий. То есть, да, они оказывали поддержку, они всё-таки в основном были нашими союзниками. Не будем забывать. Правда, когда говорят о Ленд-Лизе, да, Ленд-Лиз это замечательно, он сокрал огромную помощь, но основная часть Ленд-Лиза, поставок по Ленд-Лизу, была, начиная с конца 43-го года, когда итог войны уже был предрешён. Знаменитый конвой... И она была возмездной. То есть, мы что-то должны обрезать. Это был кредит. Мы должны были деньги. Часть денег мы выплатили, часть денег мы выплачивали. И американского, Рузвельтовского, как это, помощника по особым поручениям Гарримана даже возили на Колыму специально, чтобы он увидел, как добывается золото и понял, что золото достаточно, и Советский Союз расплатится. И удивительно, что увидев самый настоящий ГУЛАГ, да ещё и военного времени, товарищ Гарриман за права человека не боролся. И о том, что это так плохо, в стиле Солженица не рассказывал. Понятно, что шаламовские места ему не показывали, ну, а места обычные, вероятно, выглядели не на многим хуже, чем в то время они выглядели в Соединённых Штатах Америки. Или примерно так же. Да? Вот. Но после войны, когда началось обострение ситуации, Солженица сказал, что вообще-то Лендли заплачен кровью советского народа. И эта тема всерьёз больше не поднималась, потому что все понимали, что это действительно так. Михаил Иванович, вот когда, после 1939 года, когда Гитлер начал одну за другой, ещё раз скажу, захватывать страны Европы, начались бомбёжки британских городов и попытки, там, посражаться с англичанами на море, Вашингтон как себя вёл? Вот продолжал торговать и с теми, и с другими, и с Гитлером, условно говоря, и с... Нет, 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 поймите, вот. И это не про Вашингтон. Американский бизнес через прокладочки торговал с Гитлером, оказывал ему поддержку. Да, ничего, всё-таки было. Это было. Но Вашингтон как центр политического руководства говорил, что, конечно же, господа англичане, мы с вами всей душой. Другое дело, что в Америке были очень сильные изоляционистские настроения. И без Перл-Харбора Рузвельту бы не удалось втянуть Америку в войну. Более того, Гитлер сделал потрясающий подарок Рузвельту. Без всяких оснований он, когда японцы напали на Перл-Харбор, он тоже объявил войну Америки. То есть это был такой жест солидарности. Без этого, даже после Перл-Харбора, Рузвельту было бы очень трудно объяснить американскому народу, что вот мы воюем с японцами, но немцы тоже наш враг. Германский фашизм, это тоже плохо. То есть вот степень этого изоляционизма не нужно преуменьшать. В Соединённых Штатах Америки оказывали поддержку Великобритании для того, чтобы помогать англичанам Рузвельту нужно было извернуться, потому что были довольно сильные настроения, что они там в Европе воюют, а мы вообще не должны в это дело вмешиваться. Воюют, и ладно. И когда у англичан иссякли деньги, ленд-лист был придуман для Великобритании. Когда закончился золотой запас, да, с ними стали торговать в кредит, и это был очень большой шаг к тому, чтобы доллар стал мировой валютой. Потому что до этого английский фунт стерлингов казался стоящим незыблемо, как скала, и вот всё английское золото казалось в Соединённых Штатах Америки. Именно тогда Англия стала младшим братом США. И в этом отношении, такое вот сохранение Великобритании как формально независимой территории, которая противостоит, которая продолжает борьбу, но которая не может выстоять одна, и поэтому является младшим братом, а не хозяйкой империи, как раньше, это было, безусловно, для американцев выгодно. Ну и на самом деле, здесь, конечно, очень много всяких потайных элементов. Ну, скажем, действительно, Гитлер собирался штурмовать Великобританию. Можно объяснить, почему он выпустил английские войска из Дюнкерка. Он хотел договориться. Он вот из своих расовых, этнических теорий считал англичанами тоже почти арийцами, и проливать кровь арийцев как-то не комильфо. Давайте мы договоримся, вы нас признаете, вы будете нас обслуживать, и мы объединенными усилиями ударим по этим славянским варварам. То есть Гитлер, как порождение западного бизнеса, он с самого начала хотел против Советского Союза, просто он хотел сначала набрать, нагулять силу. И для этого сожрал Францию, был готов сожрать Великобританию. Когда стало ясно, что англичане будут сражаться, для Гитлера это было неприятной неожиданностью, началась подготовка к вторжению, начались бомбежки Лондона, между прочим, более 80 тысяч человек погибло под бомбежками. Это серьезно. Началась битва за Англию в воздухе, и английские ВВС выстояли. То есть, вот если читать воспоминания, стоя с другой стороны, просто видно, что в войне все решает воля. Мы знаем, что Россия проиграла русско-японскую войну. Маленькая деталь, японцы про это не знали до последней минуты. Потому что, если бы война продолжалась еще 2 месяца, Япония бы рухнула, там произошла бы революция. Все силы были истощены, все силы были исчерпаны. Действительно, вот они вели войну уже просто на воле, не имея ни ресурсов, ни запасов, ничего. Просто у царизма воля оказалась меньше, что ресурсы были неисчерпаемы. То же самое и здесь. Немцы не выдержали психологического напряжения в тот момент, когда у англичан уже практически некем было воевать. Потери в авиации были чудовищные, летчиков не хватало, летчики спали в самолетах. Это не только у нас было, это у них тоже было. Иногда они разбивались, потому что они засыпали за штурвалом. И в этот момент у немцев не выдержали нервы. А об экономике Советского Союза до войны и во время поговорим после выпуска новостей. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17.47 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, что из себя представляла экономика Советского Союза? Сейчас я договорюсь. Я договорюсь сейчас про немецко-английские отношения. И в марте 41-го года летит Рудольф Гесс, второй человек в Рейхе. Ну, представьте себе, что это условно. Вице-президент Байден вдруг наличный пилотирует самолет, летит в Иран и там пропадает с намерением вступить в переговор. И после этого позиции Ирана по отношению к Соединенным Штатам Америки резко меняются. Вот примерно так все это выглядело. Гесс прилетел, формально никто с ним не общался, формально это был акт обезумевшего одиночки, но после этого между Германией и Великобританией наступило состояние такого ненападения. Странная война, которая была после нападения немцев на Польшу, когда Англия и Франция объявили Гитлеру войну, но ничего не делали, она как бы продолжилась. Если читать переписку Рузвельта с Черчиллем, то Рузвельт прямо до 43-го года, пока союзники не высадились в Италии, Рузвельт всеми силами понукает Черчилля проявлять антигерманизм, как-то вести как-то войну, вести себя более активно, а Черчилль всеми силами эту активность сдерживает. Только прямая угроза снять с довольствия вынуждает Черчилля, значит, что-то делать. То есть, получается, были готовы к тому, что в любой момент сепаратный мир может быть заключен? Нет, похоже, он не мог быть заключен, потому что была Америка и был Советский Союз и было общественное мнение. Это было невозможно после бомбардировок Лондона, но состояние ни мира, ни войны было. То есть, о чем-то они, судя по всему, все-таки договорились. Причем на уровне не канцлер с премьером, а на уровне вот уже там бизнес оказывал на них сильное давление, чтобы подтолкнуть их на встречу друг к другу. Это гипотеза. Вот. То есть, война, несмотря на то, что нам она кажется предельно понятной, вот мы, вот они, она была очень многослойной. И там было очень много вот то, что мы в Штирлице видели, да, про сепаратные переговоры в самом конце войны. Ну, так это было и было еще хуже. Потому что, на самом деле, если бы Гитлеру удалось бы убить, там, в году в 44-м, году в 43-м, в 45-м, тем более, то сепаратный мир был бы заключен с Америкой, с Великобританией, скорее всего, сразу. Скорее всего, сразу. И риск этого был даже при сохранении Гитлера. Это известный факт, что были у нас планы уничтожения физического Гитлера, и где-то в начале 44-го года от них отказались. Люди были самоотвержены, люди были готовы рискнуть. Ставка у него была под Винницей, Вольшанца, Волчьи Логова. И можно было достать и в Германии, но как поведутся в этой ситуации союзники, лишившись давления общественного мнения, потому что человек-дьявол исчезнет, появятся какие-то менеджеры, а с ними можно уже договариваться. То есть, таких проблем было очень много. Что касается советской экономики. Я думаю, что 29-го, через недельку мы это обсудим подробно. Я пока хочу сказать главное. Вот время после подписания пакта Молотова-Риббентропа до 41-го года это время взрывной революции. То есть, экономика не просто начала перестраиваться на военный лад, она к галопам начала перестраиваться на военный лад. Ведь в 39-м году у нас была управленческая катастрофа. с одной стороны взрывная индустриализация, безумный рост новых производств и ситуация стала неуправляемой. У нас еще в первой половине 40-го года 40-го падало производство радиотехнической промышленности, падало производство тракторов по сравнению с 39-м годом. Мощности выросли очень существенно, а тракторы это танки, между прочим, в статистике, так, для понимания тогдахни. мощности выросли очень сильно, количество занятых выросло колоссально, структура экономики усложнилась безмерно и система управления запуталась. С другой стороны, только что прошел 37-38-й годы. Восстание правящей тусовки партхозной номенклатуры против попытки демократизации. Чем был порожден большой террор? Главная была причина. В чем? Там заговор Тухачевского и все остальное это уже детали, это уже вишенки на торте. Сталин действительно воевал против, как он ее называл, проклятой кастой бюрократии. Проклятой кастой партхозной номенклатуры, которая выкристаллизовывалась в новый класс. И он в Конституции 36-го года, это была не игрушечная Конституция, там были заложены альтернативные выборы. Причем выбирать, выдвигать кандидатов могли даже культурные объединения. То есть Российская организация библиотекаря, например. Легко, без вопросов. И это конкурентный выбор означало страшную угрозу для тогдашней партийной верхушки. Потому что статьи, которая закрепляла бы лидерство Коммунистической партии, шестой статьи, не было. и если вы коммунист, не победили на выборах, то какой же вы коммунист? И вас легко могли не просто из секретарей выгнать, вас из партии могли исключить, а то и куда подальше отправить. А не вредитель ли вы, не саботажник ли вы? Угроза была очень страшная. И я просто это видел, когда в единый, естественно, в микроскопический аналог, когда в Единой России ввели праймерс. И во многих регионах, где эти праймерс были всерьез, бонзы Единой России начали зачистку всех потенциальных конкурентов. Почему пришлось создавать Объединенный Народный Фронт? Чтобы людей спасли, чтобы их не съели, не раздавили везде. Вот в 36-м году, 37-м году случилось ровно так же, только в исполнении людей, которые имели всю полноту реальной власти, а во-вторых, многие прошли от гражданской были более чем специфические. Вот и эта волна пошла. Господа, давайте так, Михаил Геннадьевич, мы совсем не успели поговорить об экономике Советского Союза, давайте через неделю. Если ничего не случится, через неделю, 29 июня, мы уже без юбилеев, а сейчас просто поговорим об этом, еще раз читателей подключим, радиослушателей подключим, чтобы был разговор в прямом эфире, если это возможно. Но самое главное, что я хочу сказать, 22 июня, всю жизнь нам казался историей. Сейчас, когда мы глядим на антироссийскую риторику, когда мы видим, что в Европе та же самая Германия, Евросоюз переформатирует, по сути дела, в Четвертый Рейх, и антигитлеровская коалиция не прослеживается, по крайней мере, на Западе, возникает ощущение, что 22 июня это не сегодня, но это все ближе. Доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин был в нашей студии, как обычно, по понедельникам. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику, и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...